Топовый набор Смогло меня удивить в лучшую сторону И это круто Коробка огромная По размерам такая же как у больших флагманов Августовских Она такая же как у набора 42х70 На ней написан размер Модели в длину 83 см Вот эта штука Она занимает весь стол Выглядит очень круто Но об этом чуть позже Внутри этой коробки была коробка поменьше В которой лежала запечатанная инструкция И было довольно плотно набито детали То есть инструкция Ну маловероятно что как-то помнется в такой упаковке Довольно плотная Ну и вообще вся коробка забита довольно плотно Потому что в этом наборе почти 2600 деталей Это очень много В прошлогоднем флагмане В самолете 42-66 Было примерно 1100 С небольшим деталей Да там был один моторчик Но здесь больше чем В два раза больше Тофтология Ну ладно 2600 И при том что цена Чуть-чуть больше И это реально круто Круто что здесь нет электрики Которая бы Сделала более дорогим этот набор Здесь просто честно 2500 деталей пластика И это круто В коробке инструкция Только для основной модели Б модель Инструкцию можно найти На официальном сайте Здесь больше 400 страниц Она очень толстая И в ней практически нет ошибок Пару опечаток я нашел Одну никто не заметит Но одна такая Пришлось мне даже Чтобы выяснить Как все-таки правильно Крепить деталь Даже посмотреть на обложку Инструкции Потому что там было непонятно То как они рекомендовали Прикрепить детали Так в трехмерном пространстве Не получится сделать Но ладно В общем практически Серьезных ошибок нет В начале инструкции Показано что 7 разных пакетов Точнее пакетов больше А номеров у них 7 И из них собираются Различные узлы И это очень удобно Что не надо распаковывать Все вместе Можно даже на небольшой площади На небольшом столе Все собирать Это очень удобно Ну и плюс Можно после любого шага Остановиться как-то Там прерваться И собирать там За несколько дней Это классно Шаги Это удобно Первые Получается 4 группы пакетов Это все тягач Это очень такая Долгая кропотливая сборка Он очень детализированный И основное время Действительно занимает А начиная с 5 пакета Это собирается прицеп Там уже детали крупнее Там чистая техника Практически без системы И уже сборка Значительно ускоряется Про детали расскажу В конце ролика Начнем Со внешнего вида Грузовик очень детализированный Видно что Основная работа Была уделена ему Это масштабная копия Я как-то сначала подумал Может быть даже В масштабе техник-человечка Но нет Он слишком велик Грузовик В меньшем масштабе сделан И техник-человечек Не подходит Ни по ширине Ни по высоте К нему Ему там будет очень тесно Он там будет таким гигантом Поэтому Обойдемся без техник-человечка Очень много наклеек В наборе Большинство из них Наклеиваются на тягач Собственно Ну Большинство из них Я бы сказал в тему Некоторые конечно Мне не понравились Мне не понравилось Что задняя часть кабины Как-то халтурно проработана При общем Каком-то Скрупулезном уровне проработки Заднюю часть кабин Просто решить Заклеить двумя наклейками Хотя можно было Наверное Сделать там Окошко Кровать там Тоже такая Какая-то Бутафорская Она маленькая Большая часть Кабины Реально пустая Там ничего нет И Как бы Эту кровать Вообще даже не видно То есть Ты на этапе сборки Собрал Там куда-то Вставил И забыл про нее Наверное Можно было Как-то это сделать Более интересно Но вообще Конечно Уровень проработки Поражает И фары И зеркала И выхлоп Классный Брызговики Есть Все очень круто Сделано Лесенки Здесь вообще Все на 5 с плюсом Молодцы Дизайнеры Постарались И это здорово Ну и еще Крутизны добавляют Металлизированные детали Которые добавлены В передней части Выглядят классно Что Давайте посмотрим На функции Модель состоит Из трех частей Первая Основная Это тягач Тягач У нас Имеет Привод 4х6 На задней оси Вот мы видим Здесь дифференциала И идет Привод Вот здесь Через шрус Через кардан На двигатель Сейчас вернем Антенну Вернем 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 Антенну Чтобы Увидеть двигатель Нужно открыть Капот Здесь рядный Шестицилиндровый Двигатель Как у оригинала Я проверил Все Совпадает Количество цилиндров За этот двигатель Отдельно Вообще Лайк ставлю Лего Наконец-то Наконец-то Здесь не этот Упогий Их обычный Двигатель Наконец-то Они сделают Что-то оригинальное Подходящее По масштабу И действительно Классное Вот давно пора Честное слово Молодцы Ура И вторая функция Естественная Это рулевое управление Ручка Задней части кабины За нее Удобно его толкать И что меня приятно Удивило В модели Работает Руль Вот так вот Он реально вращается И это здорово Я заранее не смотрел Обзоры И это стало Для меня приятно Неожиданностью Что руль Работает Ну вы видите Что открываются Двери Через них Видно Сидения Детализированные Ну в общем Особо Больше ничего Не видно Хотя там Есть еще Панели Приборные Кровать Вообще Трудно Разглядеть Рулевое управление Работает хорошо У него Небольшой радиус Разворота Сейчас я попробую Развернуться На столе Вот у него Крайне в положениях Колеса очень Поворачиваются Хорошо Ничего не задевает Арка довольно Небольшого размера Но Здесь все здорово Сделано Подогнано И это здорово Катается он легко Как видите Да стой В задней части Мы видим Сцепное устройство С блокировкой Вот так вот Заблокировано Разблокировано Сейчас мы Посмотрим Как это работает Ну и вот сейчас Уже пока я Делал этот обзор Сразу нашел минус Вот эти вот Волшебные брызговики Красивые Постоянно Они вот так загибаются Потому что Когда берешь Модель сзади Всегда задеваю я пальцами И каждый раз Выправляет Начинает немного Утомлять Вот эти вот Они болтаются Они как бы Получается Сами выравниваются В вертикальном положении А эти Как поставишь Так и будут И вот С ними Надо видимо Привыкать И брать модель Где-нибудь вот здесь Что-ли Не знаю Но сзади Неудобно получается Вторая Третья часть модели Соответственно Это полуприцеп И контейнер Полуприцепы Есть подставочки Вот они так Складываются Раскладываются И сейчас Попробуем Сцепить Сцепляем Заблокировали Убираем Отставочки И вот Все Стало Единым целым У нас Из-за того Что модель Очень большая Трудно показать Вообще Как им играть Но он Ездит классно Поверьте мне На слово Вот я могу Немножко По столам Повозить Ну и не более того Давайте посмотрим Как работают краны Которые у нас На полуприцепе На другой Другой ракурс Попробуем Разгрузить Контейнер Кран Управляется Двумя Ручками Они у меня Почему-то Получаются В разные стороны Крутятся Я посмотрел Вроде так и Задумывалось О Повис О Стоп Все неправильно Перед тем Как Работать кранами Нужно Активировать Естественно Опоры Они у нас С фиксацией Каждая отдельно Удвигается Вот Теперь Можно Разгружать Функция Могли быть Конечно Побыстрее Работать Но вообще Интересно Сделано Вот видно Что здесь Куча Карданчиков Трансмиссии Краны Сделаны Интересно И здорово Что они двойные Это довольно Оригинально Так Первая ступень До конца Нашла И теперь Нужно Опустить На землю Ну вот Все Можно Отцепить Тросики И Убираем Краны Я Когда Фотографии Предварительные Набора Видел Меня Все Интересовало Зачем Вот эти Многочисленные Шрусы Думал Может Какая-то Супер Конструкция Но Ответ Парадоксален Они Незачем Они Просто Для удобства Сборки Причем Этих Шрусов Для удобства Сборки Здесь Шесть Штук Такая Расточительность Нехилая Опоры Кстати Реально Делают Прицеп Стабильным И он Трудно Его перевернуть Наверное Можно Если что-нибудь Очень тяжелое Поднимать Но Опоры Реально Помогают Ну вот Все Крайно Сложены Цепи Как-то Свисают У нас Колеса Тут Есть Для них Площадки Убираем Опоры Все Можно Ехать Контейнер Как вы поняли Это Донор Белых Панелей Он Супер Огромный 22 Сантиметра В длину И 12 В ширину Двери Имеют Фиксаторы Можно Открыть Вот так Не открывается Он Пустой У него Можно Положить Очень Много Всего Ну да Можно Слона Запихнуть Или даже Кита Не верите А можно Привет Я Кит Немного Поигравшись Я наверное Соглашусь С тем Что Ручки Крутятся В правильном Направлении Попробуем Загрузить Контейнер Вот Он Оторвался От земли Ну В принципе Дальние колеса Да Они начинают Оторваться Если чуть-чуть Нагрузить Наверное Можно было Туда Грузиков Повесить С той стороны В Лего Раньше Были Такие Детальки Специально Для увеличения Массы Может быть Они бы Здесь не были Лишние Но Решили Обойтись Без них Ладно Интересную Систему кранов Никогда Такую Не видел Ни в реальности Ни на фотографиях Интересно Работает Тут Есть По углам Такие Упорчики Контейнер Туда Встает И В общем-то Не вываливается Не съезжает Довольно Надежно Там Закреплен Ну Вот И все Оп Ну Вот Функции Закончились Их Не очень Много Но Они Довольно Интересные Интересные Оригинальные Краны Хотя Работают Мне кажется Немножко Медленно Можно было И побыстрее Сделать Очень Приятная Играбельная Модель Классно Очень ездит Грузовик Радиус Разворота Такой Вообще Маленький Можно Вполне себе Поиграться На столе Но С прицепом С прицепом Посложнее Играть Это На полу На столе Не поиграешь Но все равно Очень здорово Очень приятно Такое Мне кажется Украшение Любой коллекции Будет этот набор Можно Разные Собрать Прицепы С разным Навесным Оборудованием Большой Простой Для творчества Ну И давайте Все таки Про детали Я расскажу Потому что Деталей Очень много И на мой взгляд Это очень классный Донор В нем Есть Ну Практически Все Проще сказать Чего в нем Нет В нем Нет деталей Подвески Нету Естественно Электрики И нету Деталей Для коробок Передач Переключателей Вот этих Мувс Сцепления В принципе Все остальное Есть Очень много Система Я даже Его не буду Подробно Обозревать В общих Списках Деталей Можете Посмотреть Кому Что Интересно Ну Потому что Действительно Систем Там Очень Много Мелких Разных Деталей Мне кажется Они Могут Быть Очень Полезные Во всяких Разных Применениях Вот Я Естественно В основном Про техник Сейчас Расскажу Пожалуй Начну Я с Панелей Черных Панелей Довольно Много Разных Здесь Есть Новые Гнуты Которые 42 070 Были Скошенные Прямоугольные Белых Панелей 5х11 Аж 19 штук Ну Контейнер Из них Состоит Это Очень Много Если Я не Ошибаюсь Это Наверное Рекорд По количеству Таких Панелей В одном Наборе Также Появилось Много Панелей В цвете Темно-серый Dark Blue Grey Это 5х11 11 штук Сразу Гнутые 3х11 А также Два вида Скошенных И это Здорово Помимо Этого Появился В Dark Blue Grey Цвете Коннектор Угловой С номером 5 И также В этом наборе Есть несколько Деталей В темно-сером Цвете Которые Давно Не выпускались Это Коннектор С номером 2 Полу Лифтарм Длиной 5 Помимо Этого У нас Пины Вышли В красном Цвете И Появились Белые Лифтармы Длиной 2 С крестовым Отверстием Серой Ось Длиной 11 Она В сером Цвете Появилась В прошлом Году В двух Систем Наборах Кром В наборе Есть Некоторое Количество Деталей Зеленого Цвета Лифтармы Длиной 5 В зеленом Цвете Появились Впервые Такие Гнутые Давно Тоже Не выходили По моему Лет 15 Уже Как Ну А остальные Уже Были В 42 008 В наборе По моему Вольво Тоже Были Пара Бимов В наборе Много Рамок 13 Штук Всяких Полезных Соединителей По два Актуатора Больших Маленьких И Также Зубчатые Рейки Шестеренок Довольно Много Но Как я уже Сказал Нет Механизмов Переключения Передачи Много Карданов 7 штук И 6 Паршрусов С ответными Частями Которые Здесь Не выполняют Основную Функцию А именно Для удобства Сборки Вообще В наборе Очень много Каких-то Еще других Коннекторов Даже Все Перечислять Но Это Можно Долго Поскольку Полезность Эх Детали Довольно Субъективно Поэтому Просто Посмотрите Итоговые Списки Наверняка Мне кажется Все найдут Здесь что-то Полезное В этом Наборе Потому что Здесь Уйма Всего Таким Образом Набор Мне понравился По всем Параметрам И по Внешнему Виду Он Выглядит Очень Круто И По Функциям Хоть Их И не Так Много Но Они Интересные Это И Кран И Двигатель Наконец-то Нормальный Количество Деталей Почти 2600 Штук Детали Всяких Разных И панели И коннекторы И шестеренки 10 колес В общем Очень много Всего Полезного Мне Очень Понравился Этот набор Я надеюсь Что Почаще Будут Ходить Такие Шедевры Все До Скорых Встреч